Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои. Этого человека зовут Василий Никитович Вакульский. Сотни тысяч американцев знают его как пастора церкви «Новая жизнь». Знают как человека, который не одно десятилетие связан со служением Богу. Василий Никитович Вакульский «Пятидесятник». Утренняя проповедь 22 сентября в доме молитвы «Новая жизнь» не предвещала беды. Днем и ночью попию я пред тобою попию. Однако пастор Вакульский берет слово и просит хористов с прихожанами присесть. Значит, сейчас он будет говорить о мирских делах, а их в «Новой жизни» накопилось столько, что разгребать придется точно не один год. Вакульский сообщает собравшимся о войне, с которой на него пошел брат по вере. Войне, о которой, по словам Василия Никитовича, знают уже во всей Америке, от Сиэтла до Вашингтона. И война эта идет не за души заблудших. Значит, церковь дорогая, да? Церковь стоит миллионы. Вот по тому идет и война. Знаете, как сказали пастора, говорю, вся Америка наблюдает. Два человека столкнулись. Вакульский, говорит, авторитет имеет на всю Америку. И Бондарук. Бондарук решил положить с хомячом все усилия, чтобы церковь прибрать к рукам. А Вакульский осмелся не отдать. Война была объявлена 12 июля 2019 года. Агрессором стал Союз Церковь Христиан Веры Евангельской Америки. Конгрегация предложила стать ее частью, или, правильнее сказать, объявила о намерении поглотить новую жизнь. Вакульский с братьями предпочел оставить церковь независимой. Долгие переговоры не привели к желаемому результату. И тогда голосом конгрегации заговорил тот самый Бондарук. Он же епископ Славянской миссионерской церкви Вифания. Под конец беседы он говорит мне. Знаешь, что я тебе скажу? Отдай церковь по-хорошему и уйди по-хорошему. А иначе отдашь по-плохому и уйдешь с позором. Ты понял? Ну, надо было в начале беседы так сказать. Что ты приехал, чтобы я отдал церковь и ушел по-хорошему. Ну, думаю, человек погорочился. Я через день позвонил снова. И снова говорю, слушай, ты там сказал такие слова. Ты погорочился или ты хорошо обдумал? А телефонный спикер и моя жена слушает. Нет, я еще раз тебе говорю. Отдай церковь по-хорошему. А почему? Я вам объяснял, что церковь очень понравилась нашим братьям, работникам Союза. Церковь понравилась не как собрание братьев и сестер, все куда утилитарнее. Адаму Семеновичу Бондаруку понравилось здание, которое занимает новая жизнь. Дело в том, что оно принадлежит новой жизни. Она выплатила полную стоимость здания – 5 миллионов долларов. Теперь-то оно стоит гораздо больше. Соблазн завладеть этой недвижимостью, не вложив при этом ни цента, а слепил Бондарука. Епископ славянской миссионерской церкви Вифания решился на рейдерский захват. Причем на тот его вариант, который принято называть черным, то есть с попранием всех законов – и братских, и уголовных. Удары посыпались со всех сторон. И в спину тоже. Кража учредительных документов – классический рейдерский ход. Он часто используется в подобных мероприятиях, потому что позволяет убить двух зайцев одним подлым выстрелом. Кроме юридического урона нанесен чувствительный ущерб сердцам, тех, кто каждый день называет друг друга братом. «Братья, кто взял документы? Ключ имею я, Иван Ужва и Пётр Апанасюк. Иван говорит, я не брал. Я не брал, брат Василий, я не брал. Я говорю, ну, Маркович, ты остаёшься. Ты брал. Ах, так вы меня делаете вором. Да, Иван, я вам эти вещи не подарю, и вы ещё будете отвечать за эти вещи». Первые семена смуты дали обильный всход. Давайте посмотрим, как выглядит попытка выяснить, куда же пропали документы глазами очевидца. Добрая атмосфера, не правда ли? Под подозрением все без исключения. Теперь команда рейдеров Бондарука делает следующий шаг. Смуту надо распространить дальше, усилить и взять под контроль. «Меня предупредили ещё одни братья. Расслушай, брат Василий, приготовься. Мы хорошо Хомича знаем, он найдёт людей в твоей церкви, которые будут работать против тебя, потому что ты стал преградой для достижения той цели, которую поставили братья перед собой. И с тех пор, когда это произошло, естественно, в церкви огромные изменения. Начались настрой людей, обзванивать людей, настрой молодёжи». То есть тление коснулось и паствы. Людей планомерно подготавливали, а это делали в частности и с помощью наспехсостряпанного документа. «Вот такие письма разослали не только членам церкви, разослали по другим церквям. Ну, усердные наши братья. Я думаю, не на добро». Вот это письмо. Оно напечатано на официальном бланке, однако на нём нет ни одной подписи и ни одной печати, то есть оно не имеет никакой юридической силы. Однако в нём есть пример удивительной наглости. Соблазнители чужих сердец обвиняют в этом грехе. Самого Василия Никитовича Вакульского. «Действиями Василия Вакульского сеется соблазн, наносится непоправимый ущерб авторитету Божьей Церкви, провозглашая, что Церковь не является собственностью епископа или пастора». Даже тут Бондарук с командой не смог устоять и не упомянуть про недвижимость. В этом липовом документе Союз Церковь христиан веры Евангельской Америки утверждает, что её состав провёл собрание и усмотрел в действиях Вакульского столько нарушений, что с него нужно немедленно снять пацан епископа. Ну а дальше уже будет просто поставить своего и забрать таки замечательное здание. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Как мы вам можем помочь? Команда «Лекс Либерти» пытается попасть на расширенное братское собрание Церкви «Новая жизнь». Это ложь. Нам всё же удалось попасть внутрь и там готовилось именно голосование. Я думаю, давайте сегодня, прямо сейчас, мы можем проголосовать, соглашаемся ли мы с мнением братского совета старшего епископа. И уже на членском воскресенье можем сказать, что мы получили это, если мы его прочитали, и расширенный братского совета мы проголосовали, согласились, что мы с этим согласны. В нашем распоряжении оказалась вот эта короткая переписка. Она очень хорошо показывает, как с помощью мессенджеров люди Бондарука организовывают такие собрания. И то, на которое нас не пустили, и то, на которое рейдеры хотят затащить всех с помощью судебного решения. Секретарь Ужва говорит, собрание незаконно, а Гринько, рука Бондарука, настаивает, оно не просто будет, оно будет расширенным. Цель, которую пытаются продавить с помощью всех этих махинаций, уже никто не скрывает. Принимается это решение. Первое. Поддержать решение Орегоновского совета в снаде Василия Вакульского со служением епископа Орегоновского совета в церкви и снять с Василия Никитовича Вакульского сам епископ. Прихожан хотят хитростью заставить отвернуться от Василия Никитовича Вакульского. Давят авторитетом, призывают на помощь Евангелие. У черных рейдеров все средства хороши и в одинаковом почете, в том числе грубая сила, натиск. Камера наблюдения в церкви «Новая жизнь». Что называется, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это команда «Бондарука». Нагло, без предупреждения, засунув руки в карман, и они врываются в церковь. Тогда им пришлось убраться с пустыми руками, а Василий Никитович Вакульский был вынужден просить защиту от братьев у властей. Запретительные судебные приказы были выписаны двум из налетчиков, да и на самого «Бондарука» появилось заявление в полицию. Настало время познакомиться с идейным вдохновителем этого рейдерского захвата. Адам Семенович Бондарук собственной персоной. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». К словам, которые рейдер-пятидесятник глазом не моргнув произносит со сцены, мы еще вернемся. А пока дадим слово человеку, который лично знает «Бондарука» и уже успел от него натерпеться. Команда «Лекс Либерти» пообщалась с непосредственным свидетелем событий. «Я работал в офисе Адама Семеновича Бондарука, в этом союзном офисе Адама Семеновича Бондарука, и я под его началом непосредственно, и я задавался вопросом, кто же такой Адам Семенович Бондарук, потому что у меня возникали смутные, терзали подозрения, потому что вроде бы церковь есть, куча денег, десятки миллионов переходят со счета на счет банковского, а ничего не делается, грубо говоря. Крыша течет в церкви, там проблемы с огнетушителями». С тех пор жажда правды сделала Руслана настоящим журналистом, а сам он проделал титаническую расследовательскую работу. «Ее посетил несколько стран. Россию, Украину, Эстонию и, естественно, США. И в штате Калифорния, допустим, я обнаружил очень много шокирующих документов, которые характеризуют семью Адама Семеновича Бондарука как преступную. Прямо. То есть это официальные документы из штата Калифорнии, из Сакраменто. Мы стоим перед зданием Сакраменто Супереркорд, то есть окружной суд штата города Сакраменто. И здесь я нашел очень много информации, допустим, дети Бондарука, в том числе Тим Бондарук, в том числе Марк Бондарук, в том числе Петя Бондарук, в том числе и другие дети проходили по делам, по криминальным делам. И даже вот как бы есть через дорогу федеральный суд. В федеральном суде очень громкое дело было в 2000, если не ошибаюсь, в 2009 по 2015 год. Пять лет ввелось дело о банде риэлторов славянских, протестантских, костяк которой составлял выходцы или члены церкви Фанни. Стоп! И тут церковь Фанни та самая, в которой проповедует Адам Семенович Бондарук. И снова интересное совпадение преступления в сфере недвижимости. Сегодня у нас потрясающее собрание. И все мы убеждаемся, нам нужно расширяться. Надо же! В церкви Фанни не хватает места. Это хитрый человек и ему всегда удается заметать следы. Видимо, потому, что Адам Семенович Бондарук таскает угли из костра руками других людей. Однако при этом его легко поймать на противоречиях, к которым, к сожалению, остаются слепы многие его прихожане. Послушаем фрагмент этой старой проповеди Бондарука. Речь про молодежь, ее воспитание. Как правило, братья и сестры, трезвость, мы понимаем, что это свобода от алкоголя. Это такой напиток, который лишает человека трезвости. Понятно, злоупотреблять алкоголем нехорошо. А что судебные архивы знают про Петю Бондарука, пожалуй, самого известного отпрыска Адама Семеновича? Петя Бондарук много раз арестовывался в Сакраменто здесь пьяным за рулем. Продолжим. Адам Семенович рассказывает, как быть примерным отцом, на что еще обратить внимание. Не только алкоголь действует на потерю трезвости, это и всякие наркотики, и всякие дурманящие средства. Ясно, знакомимся со следующим сыном пастора. Тимоти Тимоти Адамович Бондарук вместе с Константином Гуревским и неким Иваном Шевченко в 2004 году были арестованы за избиение человека, американца. Причем, Тимоти Адамович Бондарук, хотя прямо ему не были приявлены обвинения окончательные в избиении, но он был обнаружен в состоянии интоксикации наркотической. И Тимоти отца, наверное, не слушал. Детская преступность характеризуется тем, что дети, не имея средств ни на то, ни на другое, какой-то там клей с такими сильными выделяющимися запахами этот клей, и они его нюхают и тоже теряют рассудок. Теряют, как Петя Бондарук, а ведь он и правда как будто потерял рассудок. Петя Бондарук профессиональный преступник по американским законам. То есть он то сидит, то в тюрьме это выходит, папа его выкупает, на депортации сидел однажды. То есть, допустим, в 98-м году в Санта-Роза-Каунте, здесь на севере Калифорнии, он был арестован за попытку изнасилования какой-то американки. Вот, там 3-4 года длилась тяжба в суде, там все документы тоже есть. Вот у меня, допустим, документ, что Петя Бондарук, Семенович Бондарук является сексуальным насильником. Он занесен в национальную базу данных, федеральную базу данных США, как секс-офендер, то есть, сексуальный насильник. Он не имеет права, допустим, приближаться к каким-то детским садам, работать где-то, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, естественно, папа его выкупает. О преступлениях, которые совершили дети Бондарука, Руслан Гуржий может рассказывать часами, и шокирующие детали не будут повторяться. Дети Бондарука грабили и чужие магазины, и своих же братьев. Дети Бондарука упивались алкоголем и наркотиками. Дети Адама Семеновича Бондарука преступники, насильники сексуальные, реал-эстейт-мошенники. И, кстати говоря, если говорить о реал-эстейт Фраде, вот этом, который происходил, по этому делу в федеральном суде Сакрамента проходило четверо детей Бондарука. Четверо. Это почти все мальчики. То есть, понимаете, епископ, который называется епископом, а в Библии написано прямо, что епископ должен быть каким? Семья примером. Примером не является. Разве не очевидно, что дети, такие похожие друг на друга в своей распущенной преступности, все пошли в отца. И как будто знак, появившийся в нужное время, в Лос-Анджелес Таймс вышла статья о воде, которой церковь Вифания долгие годы крестила и поила новых и старых адептов. Вода из колодца под Вифанией оказалась ядовитой. Руководство церкви с гордостью называло эту воду самой чистой в Сакраменто. На самом же деле анализы показали, что она содержала токсичные вещества из пены для пожаротушения. Издание Лос-Анджелес Таймс выяснило, что эти вещества отравили колодец, попав туда с бывшей военной базы ВВС. Она всего в миле от церкви. И никто в Вифании не удосужился взять пробы воды. А зачем? Как показала такая тяжелая и долгая уголовная история семьи Адама Семеновича Бондарука, он сам уже давно потерял любую трезвость, о которой так красиво поет со сцены. Такой человек не перестанет продавать людям воду, даже узнав, что она отравлена. И вот еще одна проповедь Бондарука. Приступите к городу, скажите, сдаетесь? Нет. Сдаетесь. Не разрушайте города. Не сдаетесь, делайте осаду. Так вот раньше было, сдаются, торжественно выходят и победителю ключи дают. Возьми, не трогай нас, вот тебе ключи от города. Иисус не просил ключи. Он забрал ключи. И сказал, имею, теперь я имею ключи. Ну, что тут скажешь, любит Бондарук история, где можно забирать ключи силой. Об этом многое могут рассказать Петр Саенко или Виктор Вронский. В конце нашего расследования мы покажем, пожалуй, самые удивительные кадры. На сцене знакомые лица. Гринько, который хочет занять место Вакульского, Свита, Апанасюк и Пахнюк, и сам пастор. Лица у троицы растерянные, глаза бегают, речи невнятные, они молятся вчетвером, кажется, одному Богу, но потом Гринько, земляк Сергея Хомича, Пахнюк и Апанасюк передают своему брату нож в спину. У меня здесь есть такое письмо, которое, конечно, не приглашают меня. На день рождения приглашают меня. Написано, Курт Мольдномах Каунти. На суд еще приглашают. И здесь написано, Александр Гринько, Петр Апанасюк, Леонид Пахнюк. Так что продолжайте еще молиться. Потому что хотят пригласить, чтобы судья пришел на членское собрание, провел собрание в нас судья, и голосование сделал. Поэтому продолжайте молиться. Божьих вам благословений! Бог, Господь, Господь наш вечный Бог, Ты для меня на нас высот, Вечный свет, Вечный свет нас озори, Дух любви, сердцем зажди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok